Друзья, приветствую вас на небольшом двугневном интенсиве по карьерному развитию в IT. Давайте представлюсь. Меня зовут Евгений Кратовец. Коротко про себя расскажу. Я учился на программиста 5 лет, работал программистом. Писал сначала на плюсах, потом на шарпах, потом руководил небольшой командой разработчиков. И после этого меня заслала образовательная тема. Много преподавал сам, много занимался тем, что запускал всевозможные курсы, курировал процесс создания курсов на различных порталах. И вот в последнее время работы в OtoS отвечаю за выпуск новых курсов и за развитие существующих. Основные мои задачи. О чем у нас пойдет речь? Смотрите, сегодня мы с вами поговорим про выборы языка программирования, разберемся, что сейчас в тренде, на чем лучше не писать, что учить. Соответственно, также поговорим про разные направления разработки и выясним, в зависимости от того направления, какое вы выбрали, в какую сторону лучше развиваться. То есть какому виду разработчиков, какие скиллы. Ну вот в плане hard skills имеет смысл подтягивать. Вот. Я здесь не добавил слайдик, но у меня есть такой сколь запрос, который вытаскивает информацию, какие курсы покупают на OtoS. У нас много людей, которые делают повторные покупки. Вот. И иногда там творится полный хаос. Ну, то есть я вижу, что один человек покупает какие-то совершенно несвязанные между собой курсы. Я понимаю, что он как бы хочет повысить свой уровень, вот. Но при этом он как бы не движется целенаправленно для движения вверх. Он просто вот как бы расширяет кругозор в совершенно разных сферах. Вот. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы в том числе после этого вебинара стало более понятно, как бы как углубляться правильно, чтобы вы именно росли наверх, а не размазывали свои знания. Вам просто казалось, что вы крутой. Ну вот. Это то, о чем мы поговорим сегодня. Завтра мы поговорим про всевозможные смежные IT-специальности, помимо разработки. Потому что есть еще всякий machine learning. Вот. Хочется, чтобы вы лучше понимали, кто еще участвует в цикле разработки, помимо разработчиков, и в какую сторону можно расти, когда вы уже достигли того состояния, что ты вот сеньор-разработчик, или ты там сеньор-аналитик, вот, или сеньор-тестер, и, собственно, что дальше. Вот. Даже если в начале пути, то очень полезно понимать, что произойдет там через пару лет с вами. Вот. Мне это тайное знание передали на одном из собеседований много-много лет назад. Вот. С тех пор я его как бы закрепил на практике, работая в различных IT-компаниях и общаясь, в том числе, с разными IT-специалистами, хочется это передать вам. Смотрите, для начала мне надо понимать, с кем я сейчас общаюсь, потому что в зависимости от того, кто пришел на вебинар, буду строить его немножко по-разному. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас опыт разработки, кем вы сейчас работаете, на каком языке пишете. Вот. И если вам не лень, какие у вас цели на этот интенсив? Программа минимум написать там Java-разработчик. Это, например, программа минимум. Программа максимум Java-разработчик с трехлетним стажем. Хочу понять, куда слезать с Java, если она мне надоела. Ну, или вот как-то так. Очень нужна обратная ваша связь для того, чтобы принести максимум пользы. Хочется понять, может быть, вы не в разработке, может, вы аналитик или вы вообще хотите войти, в принципе, в разработку из другой сферы. Напишите, пожалуйста, про себя немножко. Вот. Кстати, частая картина, когда человек пишет, например, на Coinbase или на Assembler, и вот тоже написали, что C, я надеюсь, это язык программирования C, а не просто рука дрогнула. Вот. И люди понимают, что как бы на C, там, те задачи, которые решаются на C, они сейчас не очень интересны человеку, и хочется куда-то двигаться дальше. Вот. Например, лично я столкнулся с тем, что когда я закончил университет, я писал на C++. Собственно, я в университете снова писал на C++. Так как у меня был опыт в C++, то там и первое время я работал в C++, но я понимаю, что, ну, я в какой-то момент понял, что мне не очень интересно развиваться как C++ разработчик. Вот. Мне хочется как бы решать какие-то другие задачи, мне не очень нравится там тот класс задач, который можно решать с помощью сплюсов. И вот тут как бы был для меня вопрос и предмет большого размышления, куда вообще двигаться и что учить. Вот. И думаю, таким людям тоже был бы вебинар очень полезен. Да. Окей. Здорово. То есть есть действующие разработчики. Ребят, если по целям, тоже подскажите, если будет какой-то фидбэк, будет интересно, что хотите сменить язык или хотите развиваться в рамках своего языка. Ну вот после, да, разработки Oracle, понимаешь, тоже интересно куда-то двигаться. Угу. Окей. Пока вы пишете ответы на предыдущие, просто они до меня доходят. У нас небольшой лаг по времени за счет того, что это трансляция. У меня тоже вопрос в зал. Сколько, на ваш взгляд, нужно знать языков программирования для того, чтобы считать себя крутым разработчиком? Ну, даже не просто там ощущать себя крутым разработчиком, а считать, что ваша карьера удалась. Вот. И вы, как бы, двигаетесь в правильном направлении. Вы заслуживаете того, чтобы вам платили много денег. Вот. Напишите, пожалуйста, ваше мнение по количеству языков. Там один, два, четыре, пять, шесть. Чем больше, тем лучше. Я пока прочитаю, что вы мне пишете. Угу. О, прикольно, что кто-то в Android и в бэкэнд-разработке и хочется еще для более глубокого изучения что-то. А есть те, кто без опыта в разработке. Вот. Вечтав считает, что три языка нужно, наверное. Три-пять языков. Кто больше? Давайте. Мне нужно больше мнений, ребят. Я вас буду заставлять включаться. Извините, моя манера проведения мероприятий. Пять языков или 0.99. Ну, то есть, смотрите, вот так условно я движу два ответа. Это типа один язык или, ну, там, три, пять или... Вот. Как бы больше пяти, наверное, уже расфокус получается. В принципе, если смотреть на вакансии, то как бы я вот взял такой... Ой, извините, я сейчас мессенджеры выключу. Если смотреть какие-нибудь сеньорские вакансии, то, глядя на них, складывается ощущение, что нужно знать как бы овер дофига всего. Вот. И... Особенно начинающие разработчики... Так. Не до конца у меня получилось убить телегу. Особенно начинающие разработчики, видя там, что в вакансиях куча всяких умных слов, начинают это добивать вот таким вот состоянием, что типа я знаю Python, PHP, еще обычно добавляют, что там еще я писал на Delphi и там на Pascal и на C. И как бы когда мы добавляем какое-то количество технологий языков, нам кажется, что мы становимся круче, что как бы... Вот. Я в какой-то момент тоже там комплексовал, что, блин, вот я закончил универ, я вроде учил C++, но мне там ни одной игры не написано, там и своего сайта личного нет, а я занимался каким-то бэкэндом. Вот. И такие вот комплексы хотелось закрыть именно какому-то количеству языков и технологий. Вот. Собственно, после этого, ну, я рассказывал про себя историю, что после того, как я в университете учился на C++, я начал учить сразу два языка. Я взял две большие книжки по C-Sharp Тройлсона и по Джави Эккеле. Прямо вот такие вот постельные книги. Там после прессов мне было уже ничего не страшно, где-то на каждую из них ушло там по неделю-две, наверное. Вот. Я их так прочитал, все в целом понял, начал ходить на собеседование. Вот. И тут обнаружил, что, в общем, как бы на одном из собесов меня посадили за компьютер и просили решать задачку по Джави. Вот. А я такой, ну, что, как бы надо прямо уже на Джави прогать, что ли, да? Вот. В общем, казалось, что того, что я почитал в книжках, было недостаточно. Ну, как бы это аженерские позиции рассматривал, но даже на аженерские позиции-то было недостаточно. Вот. И мои, как бы, ожидания от того, что я знаю C++, C-Sharp и Java, они столкнулись с реальностью, что выгляжу я как такой немножко уличный музыкант, который на кучу разных инструментов что-то умеет делать, но при этом ни одним инструментом он не владеет профессионально. Вот. То есть это сравнивает такому музыканту, который приходит на собеседование в оркестр, где нужно там, как бы, творить что-то уже серьезное и классное, но при этом у вас нету скилла на самом деле глубокого ни в чем. Вот. Поэтому, подытоживая C-Speech, я очень вам рекомендую больше углубляться в чем-то, в какой-то одной сфере, и тогда ваш уровень будет расти. То есть, допустим, из интересного, когда я все-таки там вышел уже на вторую работу, я встретил человека, который вот все свое время узнал только C++ и все. Это вот единственный язык, на котором он писал. Вот. Зарабатывал он примерно столько же, сколько я, и при этом у меня там был вот этот багаж из всего, что я понатаскал, вот, из разных там языков и технологий. И при этом я понимаю, что это как бы гораздо более короткий путь. Вот. Поэтому рекомендую вам стать виртуозом в чем-то одном. Соответственно, в плане языка, ну, на мой взгляд, более правильные ответы – это один, максимум два. Там, объясню, почему. Как бы есть моменты, когда требуется несколько языков, когда вы их используете в рамках одного проекта. Например, вы FullStack разработчик, вы пишете бэкэнд там на каком-нибудь питоне, фронтенд у вас на JS, и это круто. Но все равно даже в такой ситуации у вас будет, типа, основной питон, и вы будете немного фронтендером в JS. Ну, там, как бы это совсем круто, если вы там одинаково хорошо себя чувствуете в двух языках, но практически у всех есть какие-то перекосы, либо бэк, либо фронт. Вот. Но если говорить там про большинство ситуаций, то в большинстве ситуаций хватит одного языка, но кроме языка по работе с базами данных, но я при этом вам про это чуть-чуть расскажу. В том числе мы сегодня затронем тему, что нужно изучить помимо просто языка. То есть просто язык знать недостаточно, язык — это книга. Правило, там нужно знать еще много чего вокруг. Вот. Мне доприлетели ответы. Здорово. Вижу, что есть люди, которые в разработке и хотят либо сменить сферу, либо апнуться. Есть люди, которые не в разработке, но хотят в разработку. Так что... Смотрите, по поводу вопросов сразу предупреждаю, что я буду выделять время специальное для ответа на вопросы. Вот пока я не перешел к следующей теме, я открою про посоветовать книгу по JS. Во-первых, очень хорошее издательство Орелли. Там можете посмотреть книги... Сейчас, нет, наврал я. Серия книжек, по-моему, от издательства, называется Head First. В них есть много книжек по разным языкам, в том числе по JS. И лично вам еще очень советую. Мы недавно выпустили свежий подготовительный курс прям для нулей-нулей по JS. Вот. Он дешево стоит на отусе. И можете прям с нуля поучиться. Это будет чуть быстрее, чем по книжкам самому. Окей, смотрите. Итого, языков много. На самом деле их типа много. Там тысячи три, четыре. Вот прям большое количество. И глядя на все это многообразие, не очень понятно, за что бороться. Как вы считаете, на какие критерии стоит ориентироваться? Кстати, да, Learn JavaScript тоже очень хороший. Это не книжка, но это портал. То есть тоже прям рекомендую туда заглянуть. По каким критериям, на наш взгляд, стоит ориентироваться? Что из этого вытаскивать? Вот из всего многообразия языков. Пока расскажу, почему так получилось. Просто не было какого-то единого стандарта. Никто не сказал, что все, мы теперь кодим на питоне. И все писали на питоне. В какой-то момент было просто модно, типа создавать новые языки программирования. Их расплодилось очень много. Еще есть западло такое с языками, что ты когда смотришь, практически на любой язык выясняется, что на нем можно делать практически все, что угодно. То есть там на Java можно что угодно, на питоне что угодно, там на Ruby что угодно, там и игры, и десктопы. В общем, вот. Пообщаешься с ребятами, которые на Ирланге пишут, они тебе прям на полной серьезе рассказывают, что, блин, Ирланг вообще, типа, всех просто дерет. Самый крутой, офигенный язык. Там и все такое безопасное и быстрое. Ты думаешь, блин, может в Ирланг податься вообще. Ну вот. И у меня лично глаза разбегались. И я еще когда уши развешивал относительно того, как круто писать на Ирланге, вот. Особенно подкашивал. Тут думаешь, блин, я правильно вообще выбрал. Может, действительно надо на Ирланг пойти, если он такой офигенный, это там какой-то молодой язык, который круче, чем все остальные. Не могу сказать, что это универсальный ответ, но лично я теперь всегда ориентируюсь, глядя на просто вакансии на рынок труда. То есть мы на самом деле с вами, если бы наша задача была выбрать язык чисто для себя, ну вот, для того, чтобы на чем не кодит для души. В принципе, по барабану на чем. Вы можете там и игры писать на Рубе, там и, не знаю, сайты на Фортране, наверное. Вот, если очень постараться. Ну, то есть, как бы любой набор. Но, по факту, вы же с этими скиллами пойдете куда? Вы пойдете искать вакансии в интернете. Вот, если это как бы со стороны вас, как, ну, там, будущего сотрудника. Тот же работодатель, он тоже не будет брать, там, что-то суперэкзотическое, просто потому что, ну, какой-то экзотический язык, потому что хрен он пойдет, потом найдет разработчиков, которые пишут, там, на Хаскеле или еще на чем-нибудь, на, там, logic-based или на small talk'е, какой бы он офигенный не был. То есть, я вам при выборе, ну, вот, языка направления рекомендую ориентироваться на вакансии. И на самом деле, я просто много лет уже, там, года четыре, наверное, регулярно мониторю, что происходит с вакансиями, и я вижу, что они реально отражают суть дела. То есть, постепенно, там, языки, которые в тренде, они, вот, набирают обороты. Лично я к какому-то языку начинаю более серьезно относиться, когда он попадает, там, в топ-10, ну, максимум в топ-15 по языкам программирования. Вот, тогда я понимаю, что, да, он реально хайпанул. Вот. Ну, то есть, не то, чтобы даже просто, что реально хайпанул. То есть, как бы, есть хайп, а есть уже что-то такое устаканенное. Когда количество вакансий, там, переваливает через, там, определенное число, видите, язык в топ-10, то для меня это очень большой звонок в пользу того, что это не просто временный хайп. Здесь реально, как бы, на этом реально пишут. По этой технологии реально нужны люди. Вот. Конечно, никто не отменял всякие рейтинги, там, ТИОП и прочее, вот. Но они чаще международные и не всегда отражают суть, как бы, на российском рынке. Работать мы будем с вами на российском рынке. Вот. Вот. Зелененьким цветом я выделил то, что сейчас особенно, как бы, пользуются мега спросом. И по этим направлениям количество вакансий именно прям вот растет. Вот. Из интересного, что Гошечка и Котлин, они прям относительно недавно попали в топ-10. То есть, еще где-то полгода назад ГО я в первый раз увидел на десятой позиции. Вот. И мы по всяким там рейтингам и прочим видели, что по ГО спрос растет. По ГО как бы и всякие обзоры и прочее это нам сигнализировали. Но теперь я вижу, что вот оно поднялось аж там на три позиции вверх. Вот. Котлин еще недавно тут вообще не было, но там все Android-разработчики упорно говорили про то, что Котлин классный. И теперь я его вижу тоже в топ-10. Вот. JS сейчас вообще в тренде. Это сейчас самый популярный язык. И если смотреть по количеству там вакансий спроса, они прям растут. То есть, там за 2019 год там типа плюс 24%, если не путают цифру, там от 20 до 30 это то, что приросло чисто по JS. По Python тоже стабильный рост наблюдается. Вот. По остальным более-менее ровно. Там легкий спад по PHP, но я бы не сказал, что супер критичный. Снизу показываю Ruby. Кто знает, зачем Ruby нужен плюс Anity, кто не знает минус Anity. Потому что я не планировал на нем сильно фокусироваться. Вот. Если кто не знает, расскажу. Если знаете, не буду. По нему как бы на международном рынке к нему есть интерес, но на российском рынке вот он стабильно где-то внизу. И окей, вижу минусы. Короче, Ruby используется для разработки сайтов как бэкэнд-язык. На него часто, например, с PHP переседают, там, когда хочется что-нибудь такого экзотического и более интересного. Вот. Там есть язык Ruby и Ruby on Rails. Это фрейбок для разработки сайтов, то есть для бэкэнда. Для сервенной разработки сайта. Вот. Но в России он прям не очень в тренде, поэтому мы по нему курсы тоже не планируем запускать. В связи с этим, что российские работодатели его не очень жалуют. И есть проекты, но их не очень много. И скорее такая некая стагнация пока по рубям наблюдается. Вот. Но все, что выше в Ruby, оно, на мой взгляд, прям must-have. Окей. Смотрите, так как языков много, то мне хочется рассказывать про них не как бы в разнобой и не по порядку, а я хочу их как-то каталогизировать больше в разрезе направлений. Соответственно, есть там мобильная разработка, серверная разработка, там сайты и десктопные приложения. Вот. Сортирните, на ваш взгляд, что сейчас больше как бы в каком порядке имеет смысл обращать, скажем так, где больше предложений на рынке труда. Там сайты, мобилка, серверная или десктоп. Можете по первой буквы, типа веб-смп, например, если там такой порядок, или p-s-v-m. Интересно ваше мнение вот с точки зрения как бы трендовости по данным направлениям. Веб-бэк-сервер-десктоп. Ну, давайте еще мнение. Включайтесь. В общем, вижу много правильных ответов. Да, сначала веб-разработка, потом серверная разработка, мобилка и десктоп. И по мобилке вот последние несколько лет такой идет стабильный рост. То есть из прикольного, что если по веб есть как бы такое, что очень много вакансий и много людей, которые в теме, то по мобилке наблюдается рост по количеству вакансий, но не успевают кадры за мобилкой. То есть несмотря на то, что мобилка она на третьем месте, по ней есть как бы недогруз. Ну, я понятно объяснил, да? Сначала веб, потом серверная, потом мобилка, потом десктоп. Но именно в мобилке особенно наблюдается нехватка кадров, несмотря на то, что вакансий чуть меньше, чем по двум другим сверху. Окей, давайте начнем с веб-разработки. Будем разбираться, что нужно знать и какие есть варианты для того, что нужно знать, если мы решим писать с вами сайты. Соответственно, наверное, все знают, но проговорю, что когда мы пишем сайт, у сайта есть фронтенд, это визуальная часть, это, соответственно, то, что видит пользователь. Когда мы откроем сайт, мы видим его морду. Соответственно, эта морда сверстана на HTML и CSS. HTML отвечает за контент, то есть за буковки и картинки, которые мы там ставили. CSS отвечает за то, чтобы сайт был красивый, а не как кусок чего-то из 90-х годов. Вот, то есть чтобы он был тот синеньким, тот зелененьким, здесь красивенько. Вот, соответственно, это как бы начальная стадия эволюции веб-разработчика. Если он фронтендер, то он сначала учится верстать. И он такой верстала, верстак, верстальщик. Вот, тут наименьшие как бы у него деньги, когда он просто умеет верстать. Соответственно, потом верстальщик учит JavaScript и он может себя называть уже фронтендер-разработчиком, потому что он называется разработчиком, потому что он занимается разработкой. Вот, соответственно, JavaScript отвечает за весь интерактив на странице. То есть вот, типа у нас сейчас вот чатик, он как бы на самом деле это веб-страничка. И вы там что-то пишете, у меня какой-то текст появляется, я его вижу, я тоже могу в чатик что-то написать. Привет. Вот это куда-то переехало наверх. То есть вот это вот JS. То есть понятно, что мы как-то взаимодействуем тоже с сервером, потому что мы видим то, что мы написали. Вот. Но любые как бы интерактивные штуки это JavaScript. Вот. Если мы хотим разбирать, дальше развиваться как JavaScript-разработчик, то там в большинстве случаев нам понадобится расширение JS. Это TypeScript или ECMAScript. Вот. Такие как бы новые стандарты, но на JS. JS был давно придуман, но на самом деле на нем достаточно сложно прогать какие-то сложные вещи. TypeScript и ECMAScript как бы оборачивают JS для того, чтобы более что-то адекватное. Ну, то есть чтобы вам было просто проще разрабатывать там хороший, качественный код и большие проекты. Вот. Если мы делаем что-то действительно серьезное, то нам нужны фреймворки. Соответственно, если посмотреть на вакансии, то большинстве пишут, что, ну, вот, большинстве фронтенных вакансий пишут, что требуется знание по крайней мере одного фреймворка React, Angular или Vue. Но при этом в каждой конкретной компании пишут, ну, как правило, на чем-то одном. То есть я часто встречаю так, что вы должны знать React, Angular или Vue. У нас пишут на React. вот, то есть люди не отбрасывают, ну, там, не рассматривают кандидатов, которые пишут на другом фреймворке в надежде, что они быстро на него пересядут и смогут работать там на React, даже если они писали на Angular. Потому что там есть какие-то общие принципы. Вот. Ребят, все понимают, что такое фреймворки? Пожалуйста, поставьте плюс, если понимаете, минус, если надо рассказывать. Просто надо понимать уровень аудитории и ее понимание в технологической терминологии. Окей, ну, с фреймворками все понятно. Хорошо, для минусиков коротко расскажу. Я всегда провожу такую аналогию, что если я строю дом, то я могу либо самостоятельно добыть глину и слепить кирпичи из кирпичей, делать дом, тогда будет написание на голом языке программирования. А могу взять готовые кирпичи и из них уже сделать, там, построить дом. Или как там, с велосипедами могу сам собрать велосипед из говна и палок и на нем доехать. Либо я могу купить, взять в аренду хороший велосипед и на нем быстро прям доехать до результата. Вот. Велосипед — это фреймворк, а когда из палок, из подростковых материалов, это уже вот на, просто на голом языке мы пишем. То есть для простых задач это ок, для чего-то сложного уже вообще не ок и очень долго. Окей, соответственно, с фронтенд-разработкой для сайтов здесь все более-менее просто. Тут вот, ну как просто, то есть тут разбор и шатание на уровне фреймворков, но пока я меряю HTML, CSS, он один, никаких конкурентов нету, JavaScript, он тоже один, конкурентов нету. Вот все, что ниже, дальше начинается вкусовщина и кто какой проект что выбрал. Вот. Оп. Соответственно, в мире бэкэнда сайтов здесь все гораздо хуже, потому что масса вариантов, чего можно выбрать. Коротко скажу про бэкэнд. Если фронт это то, что мы видим, вот то, что видит пользователь, то бэк это то, что делается там, где пользователь не видит. Например, вот я написал сообщение в чатик «Привет!» У меня там какой-то JS-ный код отправил это мое сообщение на сервер. Соответственно, сервер в этот момент сохранил где-то в базе данных историю всех сообщений, и там переслал эту информацию на всех остальных там клиентов, которые слушают. Ну, или фронтенд у нас регулярно запрашивают у сервера, типа, что там у нас в чате, что там у нас в чате. Пришли мне свежие информации про чат, про чат, и бэкэнд возвращает эту информацию. Вот. Ну, или, например, не знаю, есть сайт Отуса, на нем много-много разных курсов. Вот. Мы эту информацию где-то, ну, там, про каждый курс храним в админке, сколько он стоит, какое у него описание, где-то хранится в базе данных. Вот. И когда человек заходит на сайт, там, фронтенд запрашивают у бэкэнда информацию про текущий курс. Мы ее подтягиваем из базы данных, возвращаем ее на сайт, сайт все это визуализирует. Ну, вот, как-то так. На пальцах, на случай, если кто-то не в курсе. Вот. В общем, здесь вариантов много. Опять же, здесь какое комбо? Как правило, нужен язык и какой-то фреймворк. То есть, например, вот есть язык PHP, который был заточен только под веб-разработку. То есть, на нем ничего, кроме сайтов, не пишут. То есть, если вы там видите, что кто-то нахваливает PHP для других целей, то он не в теме. Вот. То есть, PHP сделан специально для веб-разработки и особенность в том, что на нем очень легко начать делать сайты. То есть, там, первый сайт на PHP вы напишите там за три минуты. Вот. Потому что там будет всего одна команда, которая встраивает с HTML, CSS-разметку. Соответственно, когда вы начинаете работать с более серьезными проектами, то на голом PHP, во-первых, у вас получается много, там, скорее всего, не очень качественного кода, потому что, ну, это все равно, что лепить глину для кирпичей руками. Вот. Это очень долго. Поэтому вам нужен фреймворк. То есть, фреймворки автоматизируют очень много того, что можно делать на голом языке. Вот. Здесь есть три варианта. Laravel, UE2 и Symfony. Вот. Сортивалах тоже в порядке популярности. Вот. Laravel сейчас как бы один из самых топовых, поэтому, например, мы его выбрали для курсов. Вот. UE2 популярности там сравним примерно с Laravel, но он более простой в освоении, больше подходит для новичковой аудитории. Например, вот мы на Отусе ориентированы больше на, там, как уже профессиональная аудитория, на действующих разработчиков, поэтому мы дали фреймворк с более богатыми возможностями, но чуть более сложный. Соответственно, дико популярный сейчас Node.js. Это фреймворк, который позволяет писать на JS и бэкэнд. Его часто учат фронтендеры, если хотят стать фуллстэками. Соответственно, когда мы пишем на ноде, мы пишем серверную часть на JS. Вот. Есть нюанс, что ноды не очень хорошо подходят как бы для всех задач. То есть есть сайты, которые проще писать на других языках, но есть вещи, которые там лучше писать на ноде. Например, на ноде рекомендуют больше делать какие-то интерактивные вещи, типа вот там Messenger очень классно делает на ноде, она очень быстро отдает результаты. Вот. При этом сайт как бы с классической архитектурой на ноде писать сложнее. Вот. Если требуется как бы быстрый бэк для не очень как бы хитрым функционалом, то ноды вообще подходят суперски. Вот. Если есть кто-то, кто на ноде активно пишет, можете что-то дополнить на эту тему. Вот. Если вы учите ноду, то за ней тянется куча всяких еще фреймворков над нодой и библиотек типа Express.js, Next.js, TypeScript, GraphQL, Apollo. то есть там как бы у фронтейдеров очень большой богатый функционал. Если вы развиваетесь там по части Node.js, то вам одного Node.js будет недостаточно. Скорее всего, вашей компанией будет еще использоваться какой-нибудь Nest, TypeScript и еще, наверное, Apollo. Мы на марте, в марте будем запускать кстати курс чисто по Node.js. Вот такой автоп. Соответственно, очень популярна тема с Python и Django. Соответственно, про Python мы еще будем говорить подробнее отдельно. Python, он заточен на то, что Python универсальный, на него можно делать там что угодно и серверное делать, и под дестоп писать. Вот. Framework Django, он самый популярный для Python, позволяет писать сайты на Python. Вот. Аналогично с Java и C Sharp. То есть, для Java есть фреймворк Spring, на котором вы будете писать сайты, на C Sharp есть фреймворк SPNet, на котором будете писать сайты. Ну вот. Ну, соответственно, аналогично там на WebPittone мы даем Django, там есть отдельный у нас курс по Spring, и по SPNet мы тоже делаем курс, который будет в марте. Вот. То есть мы постепенно стараемся покрывать все популярные фреймворки, которые используют разработчик, просто потому, что одного из языка недостаточно. То есть на одном языке вы, скорее всего, будете там на более джунновских позициях, а на медловых вам уже будет точно требоваться какой-то фреймворк. Ну, если говорить вот про текущие языки. Ну, там на какое-то количество вакансий чисто под сервер вы сможете работать вот на голом языке. Я расскажу дальше про это. То есть для сайтов точно вам нужен фреймворк, на котором будете писать сайты. Ребят, здесь понятно, готов на ваши вопросы ответить, если они возникли, потому что с веб-разработкой мы вроде бы закончили. И сейчас будем двигаться дальше. Да, буду дальше рассказывать про бэкэнд-разработку и про вообще серверную разработку. А, нет, я еще не закончил, друзья. Все. В общем, вопросы, если есть, пишите. да, смотрите, это как бы такой джентльменский набор, если мы выучили язык и фреймворк. Соответственно, еще вам обязательно понадобится, по крайней мере, базовое знание по HTML-ссу, потому что, по сути, код на бэкэнде формирует какую-то HTML, которую отправляет на клиент. То есть HTML вам на базовом уровне надо знать. Вот. Мы его не даем, потому что это достаточно просто. Можете там по открытым источникам получить HTML на базовом уровне, если хотите в веб. Вот. Вам 100% понадобится SQL, то есть вам нужно будет работать с базами данных. Многие языки, как бы за, ну, кто слышал про тройку, про ORM, это как бы такой некий подход, ну, как бы некая библиотека, которая позволяет через язык программирования взаимодействовать с базой данных, не зная SQL. Но ее вам будет достаточно там на джуновских позициях. Если вы идете на медловые, то вам нужно уметь работать с базами данных, и вам нужно будет, ну, стопудово работать либо с Postgre, либо с MySQL. Соответственно, и там, как мидл-разработчику, вам понадобятся архитектуры и паттерны. Соответственно, если вы хотите двигаться дальше, то тут есть два варианта. Либо вы развиваете сторону фронта для того, чтобы стать FullStack-разработчиком. Тогда вы учите JavaScript и какой-то фреймворк. Вот. И вы, ну, это как бы вот левый столбец. Вот. Левое. Левое. Это один из языков с фреймворком и для фронтенда. Либо вы двигаетесь в бэкэнд, тогда вы не учите JS и Angular, но вы углубляетесь как бэкэндер. То есть вы тогда осваиваете какую-нибудь работу с NoSQL базами данных, вы учите взаимодействие с брокерами сообщений, там, Rebit.inq или Kafka. Давайте поясним, что это такое. Я с Rebit немножко работал. Требуется, например, давайте какой-нибудь пример поясню, чтобы было ясно, зачем это нужно. Например, я разрабатывал там краулеры многопоточные, которые занимаются, ну, такой, в общем, поисковый робот, грубо говоря, делал. Я писал на C-Sharp, вот. Мы там обходили сайты, собирали о них информацию, ее партили. Вот. А потом нам требовалась многоступенчатая обработка этих данных. Вот. И мы делали следующее, что у меня есть какой-то краулер, который насобирал информацию, и он складывает, как бы, задачи в какую-то очередь. Вот. Rebit.inq, это, ну, и вот Kafka как аналог, оно формирует очередь. Вот. И какой-нибудь другая северная утилита, она из этой очереди забирает данные и каким-то образом их обрабатывает. Вот. То есть оно хорошо работает, если вы каким-то high-loadом занимаетесь. Соответственно, не очень глубоко, но в небольшом формате вам понадобится там Docker или Kubernetes для того, чтобы в Docker контейнерах разворачивать свой код, соответственно, на сервера. Ну, там, вообще говоря, в крупных компаниях есть там девопсеры и всякие крутые админы, которые все это делают, но я вижу, что там middle plus разработчики умеют всегда это делать сами. То есть свой исходный код в Docker контейнерах разворачивают на серваке. Вот. И дальше можно двигаться в high-load, то есть там учиться делать так, чтобы вас букенд выдерживал высокие нагрузки. Соответственно, тут сразу могу чуть-чуть по отзывским курсам сориентировать. Если интересно в эту тему углубляться, то вот по SQL и noSQL у нас курс по базам данных, соответственно, там дается вся тройка. То есть мы учимся сначала на Postgre, а мы учимся сначала на MySQL, потом разбираем специфики с Postgre, потом учим noSQL. Вот. По курсу по архитектурам и паттернам для разработчиков мы будем выпускать в начале следующего года вот в районе марта. По high-load уже есть курс, уже, соответственно, второй запуск будет в декабре у нас новый набор. Вот. Уже хорошо обкатанный. А то, что касается докер-контейнеров и вот всяких такой инфраструктурной темы мы стараемся давать в рамках каждого конкретного курса. Например, у меня даже там по докеру есть курс по Android разработке, потому что там тоже как бы есть инфраструктурные вопросы. Ребят, давайте вопросы, потому что я вываливаю много информации. Мне важно понимать, все ок. Если все поняли, плюс, если есть вопросы, пишите. И если вы что-то из этого набора для себя присмотрели, напишите, пожалуйста, что я присмотрел из разговора Python плюс Django, например. Я понимаю, что прямо сейчас там рано делать выбор, то, что я не рассказал, например, про все возможности Python и мы только озвучили про разработку. Вот в плане бэкэнда тут я перечислил как бы пять популярных вариантов. Если вы пытаетесь понять, что вам лучше выбрать, то моя рекомендация следующая. Если вы уже фронтендер, то учите ноду, потому что вам будет нужно писать только на одном JS. Если вы ничего не знаете и идете в веб-разработку, наверное, я бы рекомендовал Python плюс Django сочетание, потому что Python проще. Либо PHP плюс Larvel. Java и C Sharp я бы рекомендовал брать, если вы хотите писать не только сайты, а что-то еще. То, что на них писать сайты сложнее, то есть там выучить Java плюс Spring сложнее, чем Python плюс Django. И C Sharp плюс SPNet выучить сложнее, чем Python плюс Django. Вот. И сложнее там чем PHP плюс Larvel. Вот. Но при этом как бы эти языки позволят вам писать что-то еще. расскажу про это чуть дальше. Окей. Давайте двигаться дальше. Немножко расскажу про мобильную разработку. Какая здесь ситуация. Здесь интересно. Соответственно, вообще говоря, изначально сама операционка Android была написана на Java. и долгие годы, ну вот, типа с 2003-го тут написал, да, вот уже 15 лет, ну хорошо, 2003-го был единственный вариант писать чисто на Java. Все, что под Android. И ребята под Android кодили только на Java и все. Потому что альтернатив никаких не было. Ну и в принципе Java, он всегда был супер популярный. Там вот свыше 6000 вакансий в принципе по Java. там если вы устанавливаете Java, вам пишут, что там 3 миллиарда устройств работает на Java и это типовер дофига. Вот. Но потом у компании Google начали возникаться сложности, потому что язык Java, вернее так, сам Микросистемс, который разрабатывал Java, его купила Oracle. Вот. И в 2010 году они начали активно судиться с Google на тему того, почему они используют у себя в Android язык Java. То есть типа Java она официально теперь Oracle, Google ее используют в Android, надо бы за это дело отчисления платить. Вот. И вот уже 9 лет они все судятся и судятся и судятся и судятся. Там последняя цифра уже доходит до 9 миллиардов долларов и вроде как даже их должны выплатить, но пока никто ничего не выплатил. Вот. И уже прям несколько лет там нависает такая угроза, что Oracle может как бы победить все это, отсудить, либо Google отвалит там просто тонну денег, вот. А может кончиться тем, что вообще типа нельзя будет просто свободно разрабатывать там софт на, софт средств разработки и утилит для разработчиков, они придумали Kotlin. Вот. Язык молодой, ему всего 3 года, он с 2016-го. И он прям очень хайпанул. Его разработчики сразу как бы достаточно быстро полюбили, потому что он... А давайте я следующий слайд покажу, потом вернусь. Потому что он суперкомпактный. Я прям брал реальный пример. Вот здесь 70 строчек, написанные на языке Java. Это там явление класса с каким-то функционалом. И все это прям суперкомпактно получается на Kotlin. То есть язык Java придумали супердавно, в далекие бородатые года, и с тех пор как бы мир разработки шагнул далеко вперед, а Java не во всем это сделала. Вот. И поэтому стали появляться всякие там скалы, Groovy, Kotlin. И вот Groovy, Kotlin, он очень зашел по двум причинам. Первый, потому что на нем типа... Вернее, по трем причинам сейчас расскажу третью. Первая причина, потому что на нем как бы сильно компактнее. Реально, вот есть примеры, когда там в десятки раз код компактнее. Второе, потому что код на Kotlin полностью совместим с Java. То есть вы типа пишете на Java, потом херак, и новые классы сделали просто на Kotlin. И оно все вместе компилируется вот в один и тот же промежуточный язык, там Java Intermediate Language, который типа общий для кода написанного на Kotlin и на Java. И все прям супернативно. Поэтому вы можете писать любое приложение на Java и раз, следующий класс написать уже на Kotlin. Вот. И третья причина, она у меня вот на этом слайдике, в связи с вот этими всеми судебными разбирательствами, Google в... Короче, я дату точно не указал, но прям по-моему в 17-м году или в 18-м они официально признали Kotlin как официальный, типа еще один официальный язык для Android-разработки. и прям вот Google поддержал Kotlin. Вот. Сейчас мы общались с компанией Kotlin там на предмет всяких партнерств. Вот. И вот сейчас активно, он очень активно развивается в России, и ребята активно выходят на международный рынок. Вот. Ну и Google реально их поддержал. И вот Kotlin он прям хайпанул. Вот. Соответственно, дошло до того, что типа новый код для вот Android-а особенно по большей части пишут на Kotlin, а старый код он типа на Java. Вот. Сейчас я вижу вопрос по JS, я расскажу про мобилку и потом тогда на него отвечу. Вот. А, соответственно, еще год назад было не так. Было так, что типа есть Java и там кто-то постепенно переходит на Kotlin. Сейчас ситуация вот реально за год практически изменилась, что типа есть вот много кода на Java, который в любом случае вам нужно читать, вы с ним будете работать, потому что его не надо выкидывать, он как был написан, так и остается. Вот. Но новый код чаще пишут на Kotlin. Вот. Например, мы еще недавно там запускали базовый курс на Java по Android, а продвинутый курс на Kotlin. А в текущем запуске в декабрьском уже оба курса запускаем на Kotlin. Мы же понимаем, что как бы в мире Android-разработки за Kotlin будущее. Вот. Но есть нюанс, что если вы как бы заходите в Android, то рекомендуется сначала там, например, пройти подготовительный курс по Java, то есть изучить Java на базовом уровне, вот, ну там, на джиньорском, потом уже как бы писать, ну, учиться, там Kotlin и писать уже под Android на Kotlin. Вот. Языки Java и Kotlin достаточно похожи, то есть с языка Java легко пересесть на Kotlin. Вот. Они сделали его как бы визуально очень совместимыми. Соответственно, по Android-разработке пока все. Расскажу по iOS, буду отвечать на ваши вопросы по мобилке и по JS. Соответственно, с iOS ситуация следующая. Раньше был только язык Objective-C, на нем писали весь софт, это было долго. Вот. В какой-то момент, года четыре назад, я наблюдал прям картинку, что новый молодой язык Swift начинает догонять Objective. то есть вот сначала там было вот количество вакансий по Objective и по Swift. В какой-то момент был рост и я так думал, что ага, типа начинается какой-то хайп. Вот. Был переломный момент, когда Objective и Swift сравнялись и Swift обогнал Objective. И сейчас вот уже, ну, если с Kotlin'ом это стало недавно и Java, то со Swift'ом уже где-то год-два назад картинка такая, что есть, типа, ну, все еще в каких-то проектах старый код на Objective, а новый код на Swift'е. Вот. Но так как переломный момент уже случился давно, в принципе, сейчас достаточно знать только Swift. И уже не так много проектов, которые все еще пишут на Objective, и, как правило, это что-то либо очень крупное, либо какой-то корпоративный сегмент, которому влом все переписывать. Со Swift'ом и Objective проблема в том, что, типа, Swift и Objective, они несовместимы, и вы должны полностью выкинуть код на Objective и переписать его на Swift. Ну, вот. В связи с тем, что Swift был более, там, отвечал современным запросам, реалиям. Вот. Сделано было так. Хорошо. Давайте ваши вопросы по мобилке, а я пока посмотрю, что там по JS. Получается, FullStack JavaScript разработчик приличный, необходимо знать фреймворков для разработки. Да, все верно. Если приличный JS разработчик, вам нужно выучить фреймворк хотя бы один. Вот. Если вы будете знать, там, глубоко один и более, там, ну, как бы поверхностно остальные, то вам будет это прям большой плюс, потому что вам сразу откроется сильно больше вакансий. Вот. Например, мы сейчас как раз на FullStack, ну, у нас есть курс FullStack.js, где мы даем, как бы, там, прокачиваем по JS, а потом даем каждый из фреймворков, вот. И потом на том фреймворке, который вам больше понравится, вы пишете итоговый проект. То есть по нему дополнительно закрепляется знание, при этом вам сразу открываются, типа, вот все вакансии, ну, там, практически все FullStack, практически все вакансии для JS разработчика, потому что вы, как бы, имеете опыт в любом фреймворке и уже там в том, который вы выявите на конкретном месте работы, вы можете сильнее углубляться в данный момент времени. На этот вопрос, надеюсь, ответил. Еще коммент, да, что надо знать Java, это Android разработчик, да, действительно, прямо сейчас надо знать Java, как минимум, потому что Kotlin и Java очень похожи, как максимум, потому что реально сейчас вы, скорее всего, не найдете проекта, который написан чисто на Kotlin, у вас будет и Java, и Kotlin в одном проекте. Ну, собственно, вот они и те ситуации, когда нужно знать два языка программирования, просто потому что есть такие переходные моменты. Смотрите, я еще не добавил слайд, расскажу на словах про про такую кроссплатформенную мобильную разработку. Сейчас самые популярные решения это React Native, это фреймворк, который позволяет на JS писать, типа, ну, там и под iOS, и под Android, вот. Он менее популярен, чем вот те решения, которые есть на слайде, и основная, наверное, сложность в том, что вам при углублении в, как бы, как бы, при серионе разработчиков, все равно придется работать с нативом, то есть какой-то кусок кода вам придется писать там на Kotlin, а что-то придется писать на Swift, вот, поэтому, как бы, оно сейчас не получило дикую популярность, то есть, вакансий достаточно много, но вакансий по Kotlin и Swift, их больше, чем по React Native. и сейчас еще недавно стала появляться свежая тема, я не знаю, ну, хайпанет ли она и станет ли она стандартом, пока это свежак, например, мы его включили в курс по iOS разработке в качестве модуля, который будет в феврале в следующий раз стартовать, когда вы пишете код на языке Swift таким образом, чтобы его было легко переписать на Kotlin, и вы, как бы, получаете два нативных приложения на Swift и на Kotlin, но при этом вам вы сохраняете там 80% логики, которая была разработана, и это не то, что вы вот писали как раньше на Swift и все, и просто взяли и все писали на Kotlin, там, по сути, нужно именно в такой, ну, вот, в специальной парадигме писать код на Swift, чтобы его было легко конвертировать на Kotlin, вот, но это некий свежий тренд. Ребята, напишите, пожалуйста, кто заинтересовался мобильной разработкой, на каком языке, если вы заинтересовались, то пишите, мне нравится Android, Java, Kotlin, понял, что хочу сюда, либо просто плюсаните, если все понятно, либо давайте вопросы, готов на них ответить. Потому что я понимаю, что если особенно вы не погружены в разработку, то сейчас, наверное, я вам очень много всяких сложных терминов наговорил. Жду ваших плюсов или вопросов. Ох, сколько у меня слайдов. Ну ладно, еще не очень много на самом деле. А что с Flutter? Ну, смотрите, с Flutter там ситуация такая, что есть язык программирования Dart и есть Flutter. И как бы я на них поглядываю, оно видно, что спрос растет на эту историю, но пока, ну, по крайней мере, с точки зрения ваказисе, их недостаточно много, чтобы лично я очень серьезно к этому относился. Соответственно, вот так вот. То есть, да, на Dart и на Flutter спрос растет, но пока он недостаточно большой, чтобы попадать в топ-10, про который я сейчас говорю. Android Studio, только на Java или для Kotlin? Тут я боюсь наврать. По-моему, та же самая Android Studio, но давайте я не буду вам врать, потому что я не писал на Kotlin, если честно. Окей, давайте тогда поедем дальше, немножко поговорим про... А, ребят, еще вопрос. Нужно ли перерыв сделать? Я могу сделать перерыв на 5 минут. Поставьте плюсики, кто хочет перерыв, плюс-плюс, кто хочет перерыв, минус-минус, кто... Нет, вообще не хочется. О, ну, спасибо, что подтвердили, что Android Studio подходит и там, и там. Плюс-плюс, перерыв, минус-минус, сидим дальше. Не знаю, насколько у вас хорошо ложится информация. Давайте, давайте. Сидим дальше. Елена готова. Ну, хорошо, тогда продолжаем. Главное, чтобы вы успевали понимать все, что я рассказываю. Давай теперь поговорим про сервенную разработку и что нужно знать бэкэнт-разработчику. Значит, здесь тема такая. Сейчас для сервенной разработки как бы три крутых языка. Ой, пять, простите. C++, Гошечка, Java, Python и C Sharp. Это вот то, что для такого полноценного сервер-сайда. Соответственно, вам достаточно узнать один язык. Особо нет смысла знать там Go и Java или Python и C Sharp. То есть, вот в один углубитесь, там профилируйтесь. Соответственно, помимо какого-то из языков, вам понадобится еще работать с базами данных и архитектуры шаблона проектирования. Про ноду. Смотрите, наверное, давайте мы тогда поясним, что я называю сервенной разработкой. Я рассказывал про разработку сайтов и нода она для разработки сайтов. Сейчас я говорю про сервенную разработку не про веб-разработку, а про, например, какие-то веб-сервисы. То есть, например, что это API, просто который возвращает какие-то данные. Их использует кто угодно, неважно, будь то сайт или какая-то утилита. Может быть, какие-то консольные утилиты. Давайте приведу пример. Например, у меня есть Google. Там есть какая-то жалкая поисковая строчка, в которой я вбиваю текст, нажимаю Enter. Все. Как бы на этом сайт заканчивается. Сайт суперпростой. Там есть строчка и вывод результатов. Еще там есть какие-то сотни, тысячи серверов, которые обходят кучу сайтов, скачивают эту информацию, где-то хранят, обрабатывают. По одному запросу от пользователя они там зашли в кучу хранили, что-то посчитали, вычислили, выплюнули какой-то результат. Вот это я называю серверной разработкой. Поэтому сюда я не включил ноду. Соответственно, я учу какой-то из этих языков, обязательно учу базу данных и архитектуру. Дальше мне имеет смысл, если я хочу углубляться именно в серверную разработку, мне стоит знать алгоритмы структуры данных, для того, чтобы мой код был более производительным. Особенно актуально, если я пишу на C++. Плюсовикам стопудово надо знать алгоритмы, вообще к гадалке не ходи. Остальным более факультативно, потому что, скорее всего, будете больше использовать какие-то встроенные функции, например, сортировки, еще чего-то. Лично я не захотел эти C++, именно потому, что нужно хорошо знать алгоритмы. Я не очень люблю алгоритмы. Если кто-то любит, то ботайте C++, ботайте алгоритмы. Но на любом бэкэндном языке вам алгоритмы будут полезны. Дальше, если углубляетесь, тоже вам понадобится NoSQL для того, чтобы вы могли хранить много данных. Вообще, зачем нужен NoSQL? SQL традиционно хорошо справляется с хранением, во-первых, не супер большого количества данных, во-вторых, то, что было изначально придумало NoSQL лучше подходит, когда у меня какая-то распределенная хранилка, то есть у меня какая-то распределенная система, в которой хранит много данных. Например, я писал на Кассандре, там было прикольно следующая тема, что надо было хранить там несколько терабайт, и при этом мне нужно было сделать так, чтобы у меня при выходе из строя одного из серверов у меня данные никакие не терялись, и система продолжала работать. И в Кассандре это очень легко настраивалось, то есть у меня было такое так настроено хранилище, что когда один из узлов выходит из строя, я могу получить данные из другого узла, который хранит копию, то есть одна и та же строчка данных хранится обязательно на двух серверах. Там Redis чаще всего используется для быстрого кэша, то есть, например, у меня есть сайт, я хочу зайти в кэш, и у меня нужен будет какой-то не очень большой кэш, который быстро возвращает оперативные данные. Вот Redis для этого хорошо подходит. Дальше полный набор, который я указывал для бэкэндера, который пишет бэкэнд, но для сайта в принципе то же самое для углубления на бэкэнд тоже нужно. Соответственно, чтобы вам было проще понять, что выбирать из вот этого списка C++, Go, Java, Python, C Sharp, давайте про каждый из языков немножко расскажу и их посравниваю, чтобы вам было проще сделать выбор. Соответственно, C++ активно используется именно для серверной разработки, и на нем можно писать приложение для десктопа с использованием фреймворка Qt, например. Соответственно, он максимально отличен, то есть его главный killfitch это то, что он очень быстрый и вы можете писать код максимально производительный. Так как из-за компилированной вы компилируете по сути в нолике единички, которые воспринимает сам компьютер, то вы можете написать максимально быстрый код. Его имеет смысл использовать там, где важна именно скорость. Ну и он типа кроссподформенный. Но из недостатков, что на нем дольше писать, чем там, например, на C Sharp и на Java. Вот лично я, когда пересаживался с C++ на C Sharp, я кайфовал, потому что то, что я на C++ писал долго там самостоятельно, на C Sharp я могу делать одной командой. Просто там вот сказать, там что-нибудь отсортируй или что-то сделай. То есть там очень много всяких встроенных библиотек, которых нет в C++. Соответственно, на нем сложно писать. В чем сложность? Вы напрямую управляете памятью компьютера. То есть вы прям говорите, что я хочу выделить кусок памяти размером 28 байт. При этом я хочу положить туда какие-то данные, а потом я хочу указатель в этой памяти передвинуть на такое-то количество, а теперь я хочу удалить этот кусок памяти. То есть за счет вот этого контроля над своей тачкой, над своей оперативой вы получаете максимальную скорость. Вы можете сделать максимально быстро. Но при этом вы рискуете выстрелить себе в ногу. Например, я до сих пор помню, как на C++ там просто часами отлаживался, не понимая, почему там в какой момент я потер ту память, в которой планировал пользоваться. То есть так как вы сами выделяете память, то в какой-то момент там можно сделать так, что случайно она там потерлась, зачистила значение, которое там хранилось, и указателя на эту память больше не существует. То есть та память, на которую указывал указатель, ее больше нет. она почищена, и там вы начинаете искать вот эти проблемы. То есть легко написать код, который просто падает вот так вот и у вас программа вообще не работает. Другие языки программириные, там всякие C-Sharp, Java, Python, они вас подстраховывают от ошибок. Вы получаете там, окей, не настолько супер-офигенно быстрый код, но для многих задач это не требуется. Зато вы делаете это быстрее, и как бы при этом ваша программа будет всегда работать. Не будет такого, что она просто взяла и упала. Ну и на C++ не пишут сайты. Соответственно, как альтернатива C++ появилась относительно недавно Гошечка, и она здорово хрипанула. Придумал ее Google, поаргументировали они это так, что типа в Google нужно очень-очень много разработчиков, которые будут писать быстрый и надежный код. Вот так вот. Там Robo Software. При этом как бы сложно взять дофига разработчиков, которые умеют очень круто кодить, особенно на C++. Поэтому был придуман более простой язык. Как бы C++ он долго развивался, и там возникло очень много всяких хитро выпернутых вещей, которые можно долго изучать. То есть по C++ вот такая вот там книжка там с Троу Струпов, в которой там все, что можно, там всякие дженерики, там хитрые исключения, там коллекции и прочее, прочее, прочее. То есть очень много как бы возможностей языка присутствует, и выучить их сложно, и пользоваться ими тоже достаточно сложно. Google специально сделали как очень простой, вот, как следствие, там нету большого количества привычных для вас вещей. То есть если вы писали как-нибудь Java или C Sharp или там C++, вы привыкли, что есть дженерики, есть конструкторы, есть исключения, там много чего есть, а в Go это ничего нету. Вот. За счет этого на Go очень легко типа пересесть, вот, и как язык Go выучить не очень сложно. То есть понятно, что как язык сам по себе Go не очень сложный, на нем, как бы, как и на любом другом языке, нужно научиться теперь писать крутой там серверный ПО, и вот это уже занимает реально много времени. Вот, сам язык не очень сложный. Его целесообразно использовать как раз если вы разрабатываете какие-то консольные утилиты, если у вас какой-то хайлоудный бэкэнд, для других задач Go обычно не нужен. То есть я, когда готовился к вебинару, тоже посмотрел, что, например, на Go можно писать десктопные приложения, можно писать сайты, но почему-то таких вакансий практически нету. То есть вот все вакансии, которые вы смотрите по рынку труда, это бэкэнд, хайлоуд, там обязательно в конфликте нужно знать вот то, что вот тут вот, то есть если вы знаете Go, то сразу вас просят там и по новой SQL-ю, и по SQL-ю, я написал, что обычно используют только в крупных компаниях, но сейчас вижу динамику, что небольшие компании тоже подтягиваются. То есть тренд начался с крупных компаний, там вот в Mail'е там много чего, например, на гошечке делается, там в Google, очевидно. Вот, но сейчас я вижу, что мелкие компании тоже начали подтягиваться. Соответственно, третий пункт нашей программы это Java, C-Sharp и Python. Я их пишу здесь все вместе. В свое время я сломал просто голову, что из этого выбрать, потому что я когда переезжал с C++, мне хотелось переехать куда-то, мне было непонятно, господи, что же выбрать. Есть Sharp, есть Java, есть Python. То есть ты, когда их изучаешь, ты понимаешь, что у них возможности практически тождественные. Вот, и лично я вообще не смог выбрать, поэтому начал учить оба языка, но я уже рассказывал, что это не имело никакого смысла, потому что, ну, как бы в итоге я нашел свою первую работу на C-Sharp и дальше развелся как шарпист. java там с тех пор практически не пользовался. Вот, поэтому, если вдруг вы на чем-то из этом писали, на Java, на C-Sharp или на Python, то просто успокойтесь и пишите на нем дальше. Вот, не мучайте себя и доучивайте уже вот то, что вот сюда нужно. Там идите в архитектуры, в алгоритмы, в NoSQL, там в Highload, в паттерны и это вам зачтется. А вот пересаживаться между вот этими языками внутри этой тройки я большого смысла не вижу. Тем более, что языки похожи. Например, у меня был опыт, когда мне надо было код C-Sharp перевести на Java, ну, у меня, так как был опыт и в том, и в другом языке, то я мог это сделать. То есть, я делал просто Ctrl-C на C-Sharp, вставлял там в IntelJ идею и переписывал название функции и менял там где-то маленькие буквы на большие, чтобы соблюдался код и ставил из Java. У C-Sharp и у Java он разный. Вот. Вот так вот было прикольно. Соответственно, все три языка подходят для разработки бэкэнда сайтов и для серверных приложений и для десктопа. Соответственно, как между ними выбирать? Я предлагаю такую сравнительную табличку. то, что здесь написано, это не истинно последние инстанции. Где-то это немножко субъективное мнение, где-то это про то, что как бы на рынке труда чаще всего это так. Вот. То есть формально, например, на Java вы можете писать там любые вообще игры, но если посмотреть вот реально по проектам, которые написаны на Java, то, скорее всего, на Java будет написан только какой-нибудь бэкэнд для какой-нибудь RPG-шки, например. Вот он может быть на Java, а сама игра, вот то, что на клиенте у человека, она будет на чем-то еще. Вот. Соответственно, по Java я оценил его как среднюю сложность. Вот. На нем реально пишут сайты на Spring, и это не мистика. Вот. Также я рассказывал, что мобильные приложения под Android делают, и особенно любят корпоративный сегмент, но не только. Там те же одноклассники, например, написаны на Java, и как бы корпоративным сегментом это точно не назовешь. Соответственно, Python в освоении проще, чем Java, то есть если вы учитесь с нуля, то лучше, как бы проще пойти на Python. Вот моя рекомендация такая. Например, если вы выбираете там между этой тройкой, и если у вас есть опыт программирования, например, на C++, то вам не важно, куда идти, вам на всех вот этих трех языках будет легко. Я бы рекомендовал вам выбирать между Java и C Sharp, потому что они больше похожи на C++. У Python и синтакси сильнее отличаются от C++, поэтому будет пересаживаться сложнее. Если вы вообще не умеете пробовать, то вам проще будет начать с Python. То есть Python, он как бы для совсем нуляшек, кто не умеет программировать, Python на своей не проще. Вот. Соответственно, тоже кроссплатформенные сайты, как уже рассказывал, делают на сочетании Python и фреймворки Django. Мобилки формально делать можно, но это ограничится только прототипами. То есть вот никаких серьезных мобильных приложений на Python не написано и не планируется. Вот. Особенно Python любит всякие стартапы, именно потому, что как бы на нем можно писать очень такой кастомный хитрый выпернутый код. То есть там, например, сделать какой-то сайт с супер уникальным функционалом. Вот тут вот Python Django отлично. Вот. Я просто долго работал в мейл-рушечке, поэтому буду иногда примеры из мейла приводить, что там как бы много, там, наверное, там 70 процентов. Ну, короче, большая часть разработки, она типа на Python. Вот. Большинство проектов на Python. И часть на Go. Соответственно, по C Sharp тоже по сложности такой же, как Java и вообще очень похоже, как я уже говорил. Из прикольного долгое время на C Sharp можно было писать только под Windows. И я вот еще лет 5 назад, когда пытался переводить, там, переводить, скажем так, запускать C Sharp код на Linux серверах, мы натыкались на всякие сложности. Вернее, даже не 5, а 6, 6 лет назад. Вот. То есть код работал нестабильно. Но в какой-то момент полностью переработан был .NET Framework, появился .NET Core, который изначально был кроссплатформенным. И сейчас вот все из коробки, написанной на C Sharp, оно хорошо работает под Linux в том числе. и это очень здорово. Пока только десктопную разработку, ее полноценно не поддержали под Linux, и если вы пишете приложение под Windows, ну, вернее, под десктоп, то на C Sharp это будет только под Windows. Вот. Но при этом, так как, ну, особенно под Windows требуется красивый какой-то гуй, то под C Sharp он самый, как бы, офигенный. То есть он использует все вот эти вот метры возможности у Windows 10 и все там красивенько. Вот. Соответственно, мобильные приложения тоже формально можно делать на C Sharp, но делать это крайне редко. Ну, вот, по вакансиям прям практически по нулям. Игры пишут часто на движке Unity 3D. Мы даже в связи с этим в январе запускаем курс на эту тему, чтобы можно было на C Sharp писать игрушки на Unity. Вот. Про C++ тоже чисто для сравнения добавил, что он сложнее, чем все остальные на нем не пишут сайты, но пишут игры на Unreal Engine. Вот. Соответственно, Go по сложности я бы классифицировал как Python. Вот. И, как правило, для крупных проектов никакой мобилки. Сайты я написал, да, но на самом деле формально, да, по факту, только для бэкэнда используют. Друзья, напишите, пожалуйста, вопросы по вот этой пятерке, если они есть, либо плюсоните, если вам стало офигенно понятно. Если есть вопросы, лучше сейчас задайте, потому что тут легко запутаться. Если вы выбираете между этими там пятью языками, то лучше спросить сейчас. Либо плюсоните, если все четко. Супер. Супер. Я продолжу. Вы пока пишите вопросы, если есть. Я немножко расскажу по разработку игр и после нее доотвечу на вопросы, если они остались. Смотрите, тут история такая, я как в общем там сейчас два самых популярных решения для разработки приличных игр. Особенно любят в России C-Sharp и Unity, потому что он особенно хорошо заточен под мобилку, а у нас как бы на отечественном рынке чаще выпускают именно какие-то мобильные игры, причем не очень большие. И на российском рынке по Unity сильно больше предложений с точки зрения вакансий, чем по всем остальным вариантам. Соответственно, C-Sharp нужно знать не очень глубоко. Достаточно вот, то есть вам достаточно будет легко в эту тему погрузиться, если вы программировали хотя бы на чем угодно. Если хотите пойти в геймдев, то вот это рекомендованный набор. C++ и Unreal Engine сложнее в освоении, как минимум, потому что C++ сложнее. Соответственно, для всяких браузерных игр часто используется JS. Иногда под Android пишут на Java. Но таких решений не очень много. Смотрите, по Flask'у я вам, если честно, ничего не скажу. Я не погружался в тему Flask'а. Тоже он сейчас больше становится на слуху, но не стал еще достаточно популярным. более подробно не смогу вам рассказать. Активно не изучал эту тему. Хорошо, друзья, давайте теперь пробежимся. Мне важно понять, что вы вытащили из сегодняшнего занятия. давайте повторим. Напишите, пожалуйста, на чем пишут Front. Прямо максимально быстро реагируйте, потому что еще у нас задержка, и если вы будете медленно отвечать, будет очень тормозно. Frontend вот из этого всего списочка топ-10. На чем его пишут? Frontend имеется в виду Frontend разработка сайта. Сразу поясню, потому что формально Frontend мобильного приложения тоже Front. В данном случае я имею в виду Frontend сайтов. Включаемся, повторяем. Давайте быстрее, друзья. Вспоминаем. Правильный ответ JavaScript, PHP, Ruby. Это тоже сайты, но это уже backend. Соответственно, только JS. Вопрос увидел, отвечу чуть позже. Давайте дальше. На чем пишут backend для сайтов? Вспоминаем, что вы вынесли из всего вот этого списка. Я пока вопрос почитаю. Тут вопрос вида зачем вообще программировать, если все уже запрограммировано. На самом деле не все уже запрограммировано. Это иллюзия, что все запрограммировано. Постоянно возникают новые потребности. Плюс как бы не все запрограммировано в рамках конкретного проекта. Например, типа есть Яндекс.Такси. Там постоянно появляются какие-то новые фичи, которых раньше не было. Это не реклама, просто я ее использую. Вот. Или не знаю, там сайт отуса. Мы постоянно чего-нибудь заказываем в разработку, потому что мы хотим, чтобы именно у наших учеников или у наших преподавателей появился такой функционал. Вот. Поэтому наверное все запрограммировано где-то, но оно не запрограммировано в рамках конкретного продукта. Окей. Если говорить про бэкэнд для сайтов, то тут надо объединять то, что вы сказали. Действительно на PHP пишут бэкэнд с первым воротом Laravel. Действительно на Ruby пишут. Правильно. На Python да, на C Sharp да. Еще забыли указать Java. На Java тоже реально пишут бэкэнды для сайтов. А давайте вот я цветом посвящу. Там используется Spring. А все остальное вы указали вот тут. Пока забыли только Java. Давайте дальше. Начнем. Мобилки пишут. Можете отдельно написать про Android и про iOS. Если есть вопросы, пишите, друзья. Ну вот Go наверное это было про бэкэнд для сайтов. Формально на Go можно делать бэкэнды для сайтов, но это делают крайне редко. То есть с точки зрения рынка труда на Go пишут именно чисто вот такие хардкорудные серверные предложения и все. Вот. Здесь про мобилку поперли правильные ответы. Да, Java и Kotlin нужны для Android. Там много старого кода написано на Java, новые чаще пишут на Kotlin. Но там прямо сейчас надо знать оба языка и Java и Kotlin. По iOS достаточно знать Swift. В общем, набор такой. Ага, все, молодцы, красавчики. Так. Друзья, если у вас вопросы, пишите, пожалуйста, готов на них ответить. Пока жду вопросов, расскажу, что сегодня я вам рассказал про блога разных возможностей, про языков, технологий, что куда надо учить. Вот. И мы очень хотим помочь в этом деле. На самом деле, сразу поясню, у нас вот все очень редко какие-то большие скидки. И за последние полгода максимум, что я видел, там было типа 10 процентов, там, не знаю, 15, ну там, 20, как это исключение для точечной. А здесь у нас под Новый год мы пустили большую очень акцию. Вот. В качестве подарков у нас 30-ти процентная скидка на все курсы, которые запускаются в декабре, январе, феврале. Вот. Опа. Я вам рекомендую заглянуть в раздел программирования. Такая минутка навигации, потому чтобы то, что мы сейчас с вами изучили, оно не закончилось только тем, что мы поговорили и разошлись. Вот. А вы, возможно, решите что-то поменять в своей жизни. Вы видите, что мы здесь. Вот большинство из того, что я здесь называл, оно здесь при том или ином виде присутствует. Напоминаю, что вот Highload стартовал сегодня курс, можно еще подключиться, нужно любому бэкэндеру. Там, Android-разработка, у нас есть базы продвинутый курс, которые ориентированы там, либо на новичков, либо уже на продвинутых Android-изработчиков. Тут все даем на котлины. Там все самые популярные языки программирования. Там Гошечка, WebPitton и так далее. Вот. И если вы хотите зайти в какой-то язык, обращаю ваше внимание, что мы в последнее время сильно расширили линейку курсов подготовительных. Вот. последние курсы C++ и JS записывали прямо в клевой прикольной студии и нарезали на маленькие видосы. Java и Python записывали здесь, вот прямо в этой комнате на фоне Otus. То есть тут как бы у нас обучение с нуля для новых языков, если вы хотите пойти как бы его изучить, но пока не готовы к основным курсам. И давайте посмотрю на ваши вопросы. Сейчас тут большой вопрос, буду вчитываться. Так, в общем, человек пишет, что сейчас работает в стартапе, пишет андроиде и бэкэнд на Java и Спринге. Нравится то и другое в равной степени. Андроида опыта больше, чем в бэкэнде. Хочется сменить работу и пойти в крупную компанию. Смотрите, на самом деле и Java со Спрингом востребованы, и Android тоже востребованы. Тут как бы с точки зрения там количества вакансий их будет много там и там. Я предлагаю выбрать то, что вам больше нравится и лично самому. Ну, то есть то, что вас больше прет, что вам самому больше нравится делать. Соответственно, если вы хотите там в бэкэнд, то welcome, углубляйтесь в Java, Spring, в базы данных. То есть изучайте вот то, что вот на вот этих слайдах было у меня. Сейчас еще раз открою. ну вот из этого набора. Если вам самим интересно там пойти в архитектуры, в Highload, всякие хитрые хранилища поучить, углубиться в Spring, то welcome предложение будет навалом. Java Spring очень популярно. Если самому интерес на Android и вы считаете, что там больше опыта, то тогда пересаживайтесь на Kotlin и углубляйтесь в Android. Там вот лично для вас тогда, например, с Otus'а больше подойдет продвинутый курс Android, потому что мы сразу учим там за два урока Kotlin, прям быстро пересаживаемся и уже рассказываем какие-то хитрые вещи относительно Android. Подготовительный курс по писам говорит не понравился. Напишите, пожалуйста, если не в лоб на helpotus собачка otus.ru что не понравилось, что относительно недавно выпустили, интересен фидбэк. Что больше популярно для удаленки? Хороший вопрос. Много по мобилке, потому что ну, типа, не все компании готовы брать в штат людей, которые будут мобилку делать. То есть, например, я лично там работал в компаниях, в которой там полностью штат заточен для того, чтобы разрабатывать сайт. А еще хочется, чтобы была мобилка с плюс-минус тем же функционалом, может быть, более урезанным. Это заказывается на фриланс. Это скорее то, что касается фриланса. Тут мобилка и, наверное, веб на пыхе, на PHP больше всего от фриланса. Если говорить просто про удаленку, то тут это вопрос специфика компаний. Я встречал по всем направлениям ребят, которые джависты на удаленке находили и плюсовики на удаленке находили, если человек в штате. То есть, тут какой-то сильной привязки нет. Окей, друзья, давайте еще пару минуточек на вопросы. В принципе, я с вами готов еще минут пять побыть, если они остались. Давайте. А, пока вы здесь, ребят, напишите, пожалуйста, кто что для себя вынес, что вы поняли для себя, что вам хочется изучать. Например, я понял, что хочу погружаться в бэкэнт и в архитектуру и в питон. Или мне нравится, понял, что хочу в джаву и спринг. Давайте как-то резюмируем для того, чтобы мы не просто поговорили, а вы поняли, что вы хотите делать после этого вебинара. Пока вы пишете, я вкоротку расскажу, про что мы будем говорить завтра. Соответственно, буду рассказывать про карьерную лестницу в IT, что делать, когда вы уже там стали медлом, сегером, хочется куда-то дальше развиваться. Также рассказываю про смежные направления помимо разработки, потому что лично я там в какой-то момент думал подать свою аналитику, например. Хочется рассказать, какой из переходов будет карьерным ростом, что из этого будет карьерным падением, где проще заходить в IT, например, если у вас еще нет опыта в программировании. как сделать сделать так, чтобы вы в итоге стали руководителем, например, сетевой или человеком, который отвечает за какой-то продукт или архитектором. Кто все эти люди, про это постараюсь вам завтра раскрыть. И можем еще подробнее прообщаться про образовательные траектории, для того, чтобы лучше понять, какой вам сет будет полезен. Ну, то есть, именно как какой-то сет из курсов. Еще про всякие data science, machine learning тоже расскажу, потому что сегодня было чисто про программирование. Например, там, имеет ли смысл программисту идти в data science, что ему для этого нужно будет, насколько ему будет сложно, и что из мира с data science ему больше подойдет. Так, поняли, что хочется на Laravel, хочется на Android под Kotlin. Плюсы алгоритм, ага, алгоритм паттерна, супер. Молодцы, ребят, я рад, что кто-то для себя сделал четкие выводы. Рад с вами был пообщаться. Очень вас попрошу, знаете, что оставить фидбэк, я скопирую ссылочку, мне будет интересно почитать, что вам понравилось в текущем вебинаре, что нет, потому что если хорошо зашло, возможно, мы будем перезапускаться. Очень прошу вас пройти по ссылочке и написать небольшой комментарий, я обязательно почитаю. Всем спасибо за внимание, был рад с вами пообщаться и до новых встреч, а именно до завтра в то же самое время 6 часов вечера. Всем пока-пока. субтитры Продолжение следует...